48 лет, неизвестно, сколько еще проживу, а пишу я медленно, и все эти романы я, наверное, не напишу. Тогда я решил писать романы короткие. Вот этот рассказ, который я прочел, называется «Роман», а вот у меня есть роман, который называется «Успех». Вот это он веселый. Он называется «Роман в объявлениях». Я когда оказался в эмиграции, я жил в Германии, но стал получать газету «Русская мысль», которая выходила в Париже. И там мне очень нравилась, эта газета еще была такая очень-очень старомотная, потому что в основном ее авторы были представители, так называемые, первой эмиграции, послереволюционной. Вот. И там какие-то материалы были такие, они, скажем, писали о Советском Союзе, ничего о нем не понимают. А сзади, на последней странице, были объявления тоже, которые мне, приехавшему из Советского Союза, казались очень странными. Мне странными были казательские газеты, которые я читал, вот была газета «Намое русское слово», потому что когда я оказался в Америке, вот. Она была, но объявления очень разные были. В Америке, я узнал объявление, которые меня удивляли, продаю без заколонков, продаю многоквартирный дом, продаю, я помню, было объявление автобус, автобусный маршрут с автобусом продаю, да, какие-то люди какие-то продавали и покупали большие вещи. А в русском мысли были объявления такие жалкие, там, ищу работу няни, там, даю уроки русского языка, даю уроки французского языка. Я, если тебе объявление, мне больше всего нравилось, оно было, шло из номера в номер, подчиняю маленькие электроприборы, вот. Как каждый номер, я когда получал эту газету, почему-то у меня вот это объявление, оно меня как-то трогало, вот, и я его каждый раз видел, вдруг однажды получаю газету, и нет этого объявления. Потом второй, второй номер получаю, нет этого объявления, думаю, наверное, этот автор уже умер. Я позвонил в редакцию и спросил, а что случилось с отцом, который подчиняет маленькие электроприборы. И мне объяснили. Дело в том, что фамилия этого чинильщика приборов была Максимов. А в это время еще там, до меня приехал в Париж писатель Владимир Максимов, который считал себя большим писателем, вот. А люди стали обращаться к нему, решили, что это он почему-то. А он, может быть, он очень сильно обиделся. Если бы обращались с большими электроприборами, может быть, он не так бы обиделся, а тут он обиделся. Вот. И устроил скандал в газете, и газета перестала печатать этого несчастного человека. А я, как-то, прочтя все другие объявления, был вдохновлен и написал вот такой роман. То есть, повторяю, роман в объявлении. Даю уроки русского языка. Даю уроки русского языка. Даю уроки русского языка и рисование. Даю уроки русского языка и рисование переписываю на машине. Даю уроки рус-яз... Дело в том, что ведь каждая буква в объявлении стоит дорого, поэтому он сокращает. Даю уроки рус-яз, переб, намаж, ухаживаю за домашними животными. Даю уроки рус-яз, переб, намаж, ухаживаю за дом, жив, стираю, готовлю, подметаю полы, поливаю цветы. Даю уроки рус-яз, переписываю, ухаживаю, подметаю, поливаю, стираю. Ищу знакомство с интеллигентной состоятельной дамой не старше 35 лет. Серьезные намерения, фотообязательные. Даю уроки рус-яз, переб, подмет, полив, ищу знак, создам средних лет, серьезно. Даю уроку рус-яз, переб, пол, пол, ищу знак, создам, возраст неогран, очень серьезно. И дальше, значит, уже полностью все слова, полностью, видимо, деньги есть. Беру уроки русского языка, ищу стираю спортивные интеллигентные дамы до 30 лет для ухода за престарелой. Рекомендации, фотообязательные.